всем привет продолжим тему в пиве очков сегодня у меня на обзоре очки skyzone sky02s это третья версия данных очков очень интересные очки мне было интересно заказать им на эту модель для того чтобы сравнить ее со своими старыми очками и увидеть какую-то конкретную разницу и так поставляются очки вот такой вот не маленькой коробки реально удобство конечно такого кейса сомнительно внутри кейса находятся собственно сами очки комплектация и есть отверстие для 3d камеры 3d передатчика но заказывал я именно бюджетную версию без этого всего оборудования для того чтобы сэкономить денег так как все равно в 3d летать не собираюсь и в общем то только на бангуде данную модель можно заказать принципе по адекватным деньгам 380 по моему долларов без fpv комплекта с fpv комплектом эти очки продаются по цене примерно 500 долларов поэтому как бы довольно неплохой вариант сэкономить денег итак посмотрим что в комплекте значит инструкция кабель аудио аналоговый кабель для питания кабель для хитрекера еще один кабель для хитрекера похоже еще один кабель для хитрекера и две обычные антенки принципе на этом комплектация заканчивается значит комплект у skyzone в 3 остался точно такой же как был моих очков на которые я делал обзор ранее значит переходим к самим очкам в общем-то антенна я не вижу смысла вкручивать здесь разъема у нас типа мама соответственно на антенне есть штырек антенки нужно будет заказать какие-то человеческие клевера или амвэй или фатшарк по традиции очков skyzone в комплекте нет аккумулятора поэтому я буду использовать какой-нибудь двухбаночный аккумулятор сейчас посмотрю где он у меня лежит итак нашел я свой аккумулятор это тысячный двухбаночный аккумулятор с вот таким вот разъемчиком gst на конце и с переходником под разъем для питания очков значит питание у нас находится с правой стороны в новых версиях очков и skyzone v3 и в моих старых v02 сейчас идет 5 частотных сеток по 8 каналов получается данные очки имеют 40 каналов значит здесь находится вот такая вот миниатюрная камера для того чтобы можно было посмотреть что происходит вокруг не снимая очков далее друзья внизу находится довольно много разных разъемов с левой стороны разъем хэтрекера я им пользоваться не собираюсь так как на гоночных квадрокоптерах он абсолютно не нужен разъем для аудио-видео входа разъем micro usb для прошивки разъем аудио-видео выхода разъем для подключения карточки памяти micro sd так как данные очки уже наконец-то имеют рекордер это меня очень радует и разъем для наушников также здесь внизу есть регулировка межзрачкового расстояния отмечу что в отличие от моих sky zone здесь как-то легче регулируется это расстояние то есть я думаю что непроизвольно линза будет все-таки двигаться особенно когда вы будете снимать или одевать очки ложить их футляр довольно легко на самом деле она двигается так ну в общем-то по разъемам это все давайте переходим кнопкам здесь находится кнопочка переключения на фронтальную камеру кнопка записи кнопка фото кнопочки вниз вверх и кнопка обновления хэтрекера то есть здесь нет привычной регулировки яркости которая есть на большинстве и старых и современных моделей очков поэтому легко и быстро поменять яркость на этих очках уже не получится есть плюс в том что у них есть операционная система есть какая-то определенная прошивка возможно какие-то изменения производить не подключая к компьютеру в общем-то судя по всему у них есть разъем micro usb и он как раз для этого и предназначен для перепрошивки для каких-то несения изменений моих очках такого разъема не было поэтому там ничего особо поменять нельзя но минус в том что вы на ходу не сможете легко поменять яркость как это допустим можно будет сделать на моих старых очках с вот таким вот джойстиком с помощью которого можно будет добавить яркости или контрастности о сравнении с моей моделью поговорим позже подключаю питание очки издали звуковой сигнал значит вот такой вот экранчик внутри 1 2 я там вижу какой-то оси думаю что камера не сможет передать все она уже попала то есть основное отличие данных очков от старой версии в том что внутри находится реальная прошивка реальная операционная система с возможностью менять наверное любые пункты из самих очков больше всего меня радует возможность добавить насыщенности так как моих очках skyzone sky01 в 02 по моему они правильно называются там нет возможности добавить четкости и насыщенности и по сравнению с файтшарками картинка в них немного более блеклая а также она отличается по четкости то есть четкости на очках skyzone немного меньше чем на файтшарк по той причине что думаю что просто на файтшарке программные завода добавили четкости насыщенности оттуда и все отличия и так по поводу картинки наверное сейчас переключусь на камеру попробую посмотреть в них значит экран балдены в очках он наверное особо ничем не отличается от экрана установленного моих очках однако я вижу разницу здесь более насыщенные и как-то более контрастные цвета уже из завода идут поэтому опять же плюс думаю что камера не сможет наверное ничего особого передать но вот примерно так работает экран значит по поводу размера экрана виртуального экрана но если реально с моими очками сравнивать я думаю разницы абсолютно никакой нет но если сравнивать с очками фатшарк доминатор в 3 которые я недавно обозревал здесь экран по ширине примерно такой же а по высоте в доминатор в 3 немного больше экран или же может быть даже немного не так по высоте в доминаторах экран больше и по ширине наверное он тоже немного меньше все таки чем здесь то есть это у нас грубо говоря широкоформатный экран в данных очках а в доминаторах скорее всего 4 на 3 поэтому тут сложно сказать насчет комфортности по поводу полета я в sky зонах летаю как-то не чувствую каких-то проблем с тем что камера 4 на 3 очки широкоформатные мне очень нравится летать ты как будто бы в кинотеатре сидишь на фатшарках перед тобой реально квадратное изображение то есть соотношение сторон 4 к 3 так попробуем разобраться с функциями какие здесь у нас функции есть значит для того чтобы войти в главное меню нужно зажать и подержать кнопку трак после которого появляется вот такая вот менюшка сомневаюсь что вам будет что-то видно а может быть в принципе и будет понятно так давайте попробуем разобраться что там есть значит на первом экране у нас находятся настройки хэд трекера они нам абсолютно не нужны на втором экране находятся вот такие вот настройки касаемо приемника касаемо 3d режима вот такие вот пункты значит здесь есть касаемо 3d режима я думаю что эта штука бесполезно от нее толку никакой нет так сейчас почитаю какие здесь пункты есть интересная значит скажу сразу что в этих очках можно будет включить независимое отображение на одном экране одной частотной сетки соответственно с одного приемника на втором экране подключить второй приемник с другой частотной сеткой для чего это нужно собственно нужно это для того чтобы можно было комфортно летать в 3d то есть комплектная камера которую я не заказывал она грубо говоря себя представляют две камеры и два передатчика которые одновременно транслируют два живых видео потока один для лево и 2 для правого глаза и конечно это наверное самое настоящее 3d которое можно получить но не программная сама что ни на есть настоящий так значит здесь я каких-то интересных пунктов не вижу можно будет вручную переназначить режимы частотной сетки для лево и для правого глаза переходим к следующему пункту так вот собственно в этом пункте можно будет добавить яркости контрастности сатурации то есть добавить цветов немного исправить баланс белого а также добавить четкости это именно то чего мне не хватало моих очках отличные возможности друзья я уже эти очки проверил подключила их компьютеру через hdmi переходник использовал яркие картинки смотрел различное видео и вам скажу что по сравнению с моими очками почему-то в этих очках мне намного больше понравилось изображение по цветам по насыщенности по четкости опять же четкость можно еще больше добавить насыщенность можно еще больше докрутить и это меня очень и очень радует попробуем перейти к последнему экрану вот такие вот там пункты значит я вижу что питание стоит на 2s по поводу внутреннего рекордера есть какая-то информация мне сейчас плохо видно запись вместе со звуком в рекордер время угасания usd форматирования карточки сброс к заводским установкам сейчас попробуем записать какое-то видео на очки но опять же нужно будет сначала отключить к ним квадрокоптер и так я подключил очки квадрокоптеру использую rc 180 в 2 квадрокоптер настроены на канал а4 поводу поиска канала на очках на самом деле здесь все очень просто с помощью кнопки вниз перелистываются диапазоны а с помощью кнопки вверх перелистываются частоты очень быстро соответственно у нас есть пять диапазонов и 8 каналов в общей мере имеем мы 40 каналов из них одна частотная сетка это современный resband который в общем то должен помочь в полетах нескольких людей одновременно но по той причине что допустим в нашей компании не у всех resband поэтому абсолютно без толку иметь приемники передатчик на resband потому что сейчас мой квадрокоптер работает на канале а4 а канал resband частотная сетка resband это ну грубо говоря 5 частотная сетка буковка r но в общем то мой квадрокоптер ловится и на а и на б и на с и на д единственная разница в том что на а он ловится на четвертом канале на б на пятом на по моему c нет на е на пятом и на resband также на пятом канале он ловится поэтому в общем то какой-то особой фишки в resband я не вижу если кто-то из вашей компании его не используют точно такие же наверно помехи и будут как у вас но опять же нужно это все тестировать на практике посмотрим так по поводу картинки картинка я вам скажу друзья обалденно нужно будет сейчас включить мои старые очки для сравнения но я вижу что картинка очень и очень хорошая попробую сейчас установить сюда карту памяти воспользуюсь карточка micro sd на 32 гигабайта напомню что все действия с картой проводятся при выключенных очках поэтому не вздумайте это делать при поданном питании включая обратно очки попробую сейчас записать какое-то видео на них так сделаю пару фотографий вижу что есть такая возможность думаю что то функция бестолкова в отличие от видеозаписи при разрешении 640 на 480 качество фотографии будет не очень и теперь активирую видеозапись нажимаю на кнопку react и попробуем что нибудь сейчас записать вот такая вот картинка с моего квадрокоптера классно очки работают очень быстро без задержек но в общем то я не надеялся что они тут какие-то задержки будут картинка очень хорошие достаточно чётко то есть я могу с такого расстояния прочитать какие-то надписи на коробках которые у меня на столе стоят так для видеозаписи думаю достаточно нажимаю еще раз на кнопку сначала появилась usd вижу информацию о том что на карточке 29 гигабайт сейчас постараюсь в камеру показать вот такая вот картинка нажимаю кнопку появляется usd сомневаюсь что будет вам хорошо видно хотя вот так я думаю в принципе будет смысл понятен и после того как у вас здесь уже появилась нажимаем на кнопку еще раз и видеозапись заканчиваться так окей с этими очками разобрался теперь переходим к сравнению с моими очками подключаю питание и сразу посмотрю на картинку значит по поводу картинки я не скажу что она хуже чем в предыдущих но по поводу четкости и наверное яркости все-таки в этих очках как-то все не совсем сбалансировано на самом деле пока мне не было с чем сравнить не для меня казались эталоном качества но на текущий момент у меня есть новая версия skyzone на руках и вижу разницу разница значит в чем друзья выключу пока квадрокоптер кардинальная разница между очками v01 skyzone и очками skyzone v02 в том что здесь у нас допустим нет рекордера это мои старые очки нет возможности как-то регулировать изображение кроме добавить яркости или контрастности но делается это как-то не совсем корректно то есть яркости и нормально добавляется в принципе и контраст вроде как работает но если картинка сильно ярко немного темнее вы ее сможете сделать но при этом обязательно потеряете какие-то нюансы в тенях то есть если смотреть на одну и ту же картинку с каким-то большим количеством теней и сделать немного контрастности яркость поменьше буквально на два клика влево и вниз то на этих очках уже теряются какие-то мелочи какие-то нюансы в тенях анновская зонах в 3 в принципе можно и без каких-либо регулировок комфортно смотреть на изображение нет желания сделать картинку потемнее далее по поводу камеры камера что здесь что там есть но здесь как-то более наверное широкий угол здесь совсем маленький на v3 здесь был конечно пошире я ею пользуюсь очень редко ну в общем-то все равно на радость что есть дальше по поводу кардинальных наверно отличий я вижу отличие в том что на sky зонах новеньких уже используется вот такая вот полная маска на моих старых sky зонах я сейчас снял но здесь были два таких вот силиконовых окуляра которые очень похожи на те которые используются в очках фатшарк предыдущих поколений почему я снял да потому что сейчас еще не совсем стабильная теплая погода у нас и очки любят запотевать и если использовать их все-таки без этих силиконок то меньше шансов что они запотеют в процессе полета да если даже и запотеют теоретически их можно будет протереть пальцем не снимая с лица позже конечно же я силиконки верну на место но здесь я вижу что уже немного не проработали эту маску сделали и вот так я думаю что она на самом деле даже более комфортно на голове на лице чем два отдельных монокуляра которые используются на этих очках по крайней мере мне нигде не давят эта масочка очень и очень удобно далее по поводу отличий разрешение у них одинаково в общем-то качество экрана у них тоже одинаково но как я уже говорил ранее здесь особо ничего не подрегулируешь так как здесь нет как таковой операционной системы просто добавляется яркость вверх или вниз и контрастно соответственно тоже а в новеньких sky зонах уже целая операционка установлена тут куча пунктов можно будет просмотреть изображение которое вы сняли на рекордер который встроен в эти очки это также меня радует то есть для чего нужен рекордер вы летаете записываете все свои полеты и случае если вы где-то потеряли квад у вас есть возможность очень просто и быстро прям в поле пересмотреть картинку найти последний кадр на котором квадрокоптер подавал еще картинку на очки и соответственно по нему попытаться определить где же все-таки вы упали это очень и очень удобно по поводу веса но вес здесь минимальный грамм наверно 200 не очень легкий минусом обоих моделей становится то что в комплекте нет абсолютно аккумулятора соответственно два варианта или покупать фирменный аккумулятор от очков от shark или простейшую модель и съемкасти по моему 1000 миллиампер час две банки или покупать фирменный аккумулятор 1800 от доминатора в 3 или hd2 он такой немаленький по размеру там уже есть такой же самый разъем который нужен для работы или же выход сделать так как сделал это я то есть купить самый обычный дешевый аккумулятор двухбаночные 1000-1200 чтобы он сильно много места не занимал и спаять вот такой переходник жести на кругленький разъем единственно что не совсем удобно то что я использовал ровный разъем они загнуты под углом который идет в комплекте нужно будет потом перепаять потому что здесь вот так вот торчит и и это не совсем удобно на самом деле это небольшой минус друзья я думаю что если бы аккумулятор был в комплекте стоимость была бы в районе допустим плюс 10 плюс 15 долларов какой захотите аккумулятор такой и будете использовать подержится от двух до шести банок но я вам не советую использовать какой-то аккумулятор отличный от двух банок потому что мое наблюдение в том что они новенькие очки сильно греются при работе значит он нагревается эта часть видимо здесь установлен процессор вместе со всей электроникой и довольно сильно греется разъем левой антенны думаю что она выступает в виде радиатора поэтому две банки еще ничего а вот три банки я вам абсолютно не советую использовать потому что он нагрев будет еще больше значит друзья если сравнивать данные очки доминатор v3 от fat shark разница в том что в скайзонах сразу установлено два приемника с диверсити то есть очки автоматически переключаться на тот приемник на ту антенну сигнал с которой в данный момент имеет больший уровень это очень классно очки имеет 40 каналов ничего докупать не надо то есть допустим если доминаторы v3 стоит по моему 360 долларов нужно будет еще 40 баксов потратить на приемник тем самым за 400 долларов вы получите полный комплект но я не считаю антенны потому что антенны это уже на выбор пользователя здесь же очки стоят 380 баксов уже с двумя приемниками по 40 каналов и вам останется докупить вот такой аккумулятор за десятку ну максимум за 15 или фирменный за 20 баксов получить в общем-то те же 400 долларов по поводу опять же разницы доминаторов рекордер есть и тут и там всяких и трекер есть и тут и там бесполезная функция для гоночных квадриков здесь есть камера там камеры нет там есть наверное более удобная маска которая хорошо сидит на лице кулер который обдувает стекла соответственно не в теории не должны будут запотевать на практике запотевают еще как поэтому может быть конечно погода была особо жесткая но я в доминаторах летал и они у меня запотевали межзрачковое расстояние регулируется и тут и там в общем-то каких-то других конкретных плюсов здесь не вижу кроме того что они более компактные и легкие доминаторы как ни крути и они и повыше и пошире и по весу они также больше в общем-то думаю по очкам сказано это все если бы у меня была машина времени об сейчас бы вернулся в прошлое и не покупал бы свои эти очки купил бы все-таки скай зоны sky 02 версия 03 по поводу небольшого нюанса я перед покупкой этих очков читал форумы и там указывалась информация о том что у первых версий именно этих очков были кита проблема с яркостью при переключении с одного приемника на другой в режиме diversity все эти проблемы в текущей версии очков исправлены поэтому смело можно брать абсолютно никаких проблем я не вижу и на текущий момент лично мой топ это именно эти очки они мне больше даже нравится чем доминаторы если бы моих очках была бы возможность регулировать насыщенность и четкость то я наверное их не хотел бы вообще ни на что менять но я вижу что это именно то что мне нужно поэтому наверное ближайшее время задумайся о продаже своих старых очков всем спасибо за внимание друзья это был обзор обалденных очков скай зон магазин banggood ссылочка как обычно в описании под видео при заказе можно будет использовать мой купон он дает трехпроцентную скидочку значит задавайте свои вопросы в комментариях если они у вас есть постараюсь посоветовать вам кита нюансы также пишите моей группе на стене там довольно много пользователей они также постараются ответить если у них есть какая-то интересующая вас информация подписывайтесь ставьте лайки всем удачи до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok